Улан-Удэ Улан-Удэ 2014 год объявлен годом физкультуры и здорового образа жизни. Этот год призван увлечь спортивным доступом как можно большее количество горожан. Во всех микрорайонах Улан-Удэ пройдут несколько десятков спортивных праздников, которые рассчитаны на различные слои населения города, от детсадосов до пенсионеров. Планируется, что по итогам года каждый четвертый улан-Удэнец станет настоящим физкультурником и спортсменом. 24 января состоялось торжественное открытие года. Разлетят по свету наши колоса. С праздником, дорогие юридики! Это очень здорово, что наш город, наша администрация открывает такие мероприятия и поддерживает спорт. И в свою очередь мы надеемся, что на это все не закончится, а мы, спортсмены, обещаем радовать нашу республику. За два последних года в Улан-Удэ было построено более ста спортивных площадок, что сделало спорт и физическую культуру действительно массовыми. Готовы к бою за серебро и золото, душой и телом молоды. Не боясь жары и холода, идут гордо русские спортсмены. Давай победу! Ревут трибуны сочинской арены. Нам надо, чтобы мы о главном не забыли. Единственная наша сила, услышь меня, Россия! В церемонии открытия приняли участие юные спортсмены, представляющие все разноцветие спортивной радуги Бурятии и столицы республики. Миллионов скажет о Олимпиаде. Напомним, что по итогам 2013 года лучшим спортсменом города Улан-Удэ признана Алена Мироманова. Алена армрестлер, и она просто не могла не стать спортсменкой. Вся ее семья – это спортивная семья. Рекорд мамы Алены, заслуженного мастера спорта по легкой атлетике, Надежды Миромановой, до сих пор не превзойден никем в нашей республике. Ее отец Борис Мироманов – настоящий апологет спорта и здорового образа жизни. Занимался всеми видами спорта, тренировался на высшем уровне. Теперь отец Алены – автор и ведущий популярнейшей передачи «Радар Спорт». Ее брат Борис Мироманов – младший мастер спорта и тоже спортивный журналист. Так что Алена Мироманова законно стала лучшей из лучших. В свои 20 лет я чемпионка России, Европы, мира. Была вторая на Кубке мира. Также на многих международных соревнованиях я занимала призовые места и выигрывала. Я мастер спорта международного класса по армрестлингу. И без пяти минут уже, я думаю, мастер спорта по легкой атлетике, не за горами. Думается, в этом году победителями будем все мы. Занимайтесь спортом. Субтитры создавал DimaTorzok Он родился в краю, напитанным дыханием священного Байкала, в семье простого крестьянина. Небо и земля шептали мальчику, что он родился защитником своего рода и своей земли. Он родился с лицом и сердцем воина. В его глаза всегда полыхал огонь великой степи. В его душе рождались мысли, достойные вождя. И это дало будущему генералу непоколебимую силу, справедливость в делах и мудрость в свершениях. Уйдя вместе с земляками на священную войну, Николай Васильевич закончил свой поход в Германию. После победы было много работы, на благо своего родного края и республики. Время само выдвигает лидеров своего времени. Ветерана войны, общественность Бурятии выдвинула своим комсомольским лидерам. Николай Васильевич прошел все ступени комсомольской работы. Секретарь первичной комсомольской организации у себя в родном Кабанском районе. И заканчивал должности первого секретаря Бурятского областного комитета в ЛКСМ. Он действительно был лидером и по духу, и по должности, и по своему характеру. Согласитесь, что он является героем нашего времени. Родная партия направила своего несгибаемого бойца в органы внутренних дел, где Николай Васильевич прослужил в должности министра 16 лет. Он очень быстро освоился, и дальнейшая его служба была уже служба профессионала. Человек очень строгих правил, очень жесткой дисциплины, но совершеннейший справедливый и порядок человек. Когда он работал, раскрываемость преступления, когда был генералом Бутухана Николай Васильевич, порой доходила до 90%. Ему бесполезно было что-то, цифры какие-то придумать, обмануть, потому что он все уже знал. Если уже начинал кто-то неправду говорить, уже сразу сказал, все, говорил, садитесь, все, это уже не то говорите. Николай Васильевич Бутуханов, ровесник Владимира Ильича Ленина. Верность к клятве данную родную партии генерал хранит до сих пор. В эти дни вся общественность Бурятии и России отмечает юбилей своего великого сына. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он никогда не кичился своим высоким званием перед земляками. Но каждый его приезд на родину становился событием. Небольшое по всем меркам село Корсакова дало бурятий столько славных сыновей и дочерей, что не измерить никакими мерками. Николай Васильевич Бутуханов, первый генерал из Корсакова и не последний. Я помню, что у нас такой именитый земляк. Я помню, когда первый день пришел в министерскую институту нашей республики работать с студией, как раз в районе мы с ним столкнулся. И он, когда мне представил, что я в нем просто родовал, он может работать с студией министру юстиции Медведя Приката Крикимовича. Для меня это было очень приятно. До тех пор я стараюсь вас оправдать в это доверие. Наряду со всей Россией и Бурятией в родном селе тоже широко отмечается день рождения генерала. Мы, Корсаковское молодое племя, гордимся вами, нашим земляком. Ваш пример подарило нам время, каждый раз, что с вами знаком. Вы не просто жизнь проживали, вы красиво писали судьбу. Может быть, о ней в детстве мечтали, а сейчас вы боец. Рады слышать голос командирский, вашу крепкую руку пожать. Желаем бодрости в офицерской выправке. Николаю Васильевич, держать! Чтобы мы тебя любим. Чтобы с днем рождения. Желаем счастья, здоровья. Деда, я желаю тебе еще прожить столько лет. Ты же у нас седлась. Благополучия. Чтобы мы гордимся тобой, тебя не подведем. Чтобы мы гордимся, чтобы у тебя не подведем. Любим и ценим вас. Поздравляем! 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 Будут еще генералы в Корсакова. Будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Моргузинская долина — это красивейшее место на карте Бурятии. Это географическое название известно еще со средних веков. По мнению ученых, баргузин имеет в основе имя монголоязычного народа Баргу, перед самым приходом русских казаков, ушедших на юг. Теперь они проживают в Монголии и Китае. К слову говоря, баргуты не ушли насовсем. В 2015 году у нас пройдет международный этнокультурный фестиваль «Баргутские игры». Со всего мира приедут те, кто считает себя баргутом. Программа будет очень насыщенной и яркой. После баргутов опустевшие земли заняли Эвенки. Позже баргузинская долина начала заселяться выходцами с западной стороны Байкала и Хиритами. На территории долины, раскинувшейся между Баргузинским и Иказским хребтами, расположены Баргузинский и Крумканский районы. И что обращает внимание в первую очередь, это исключительная одаренность и трудолюбие местных жителей. Крумканский район – это лидер в Бурятии по числу героев социалистического труда. 12 героям посвящена аллея в центре районного центра. Встаньте с нами, товарищи наши, нас отчизна к победе зовет. Трудовая Россия на марше, трудовая Россия идет. Встаньте с нами, учитель и воин, поднимайся, рабочий народ. Трудовая Россия на марше, трудовая Россия идет. В Баргузинском районе героев труда шесть. Пятеро из них родом из села Боингол, давшего миру великого Бориса Будаева. Ольга Энхеевна Сангадиева удостоена высокого титула за то, что всю жизнь честно и добросовестно проработала чабанкой и не видит ничего особого в своем звании. Ольга Энхеевна искренне говорит, что в ее поколении все работали. Другого пути завоевать уважение людей нет, говорит герой труда. Соседний же Курумканский район ушел вперед по темпам развития и внедрению новых технологий. Передовым является хозяйство, возглавляемое старейшим работником сельского хозяйства района Бато Илдогоевичем Доржиевым. Потомственный животновод Бато Илдогоевич ставит перед собой цель возродить былую славу Куйтунских степей через комплексное освоение пахотных земель. Сегодня засеивается всего лишь 10 тысяч гектаров из 60 тысяч возможных. Руководитель СПК РДМ закупает новую технику, устанавливает современные комплексы по переработке и хранению зерна, берет на вооружение все современные методы. Бато Илдогоевич уверен, будет зерно, будет молоко и мясо. Впрочем, и животноводство не осталось без внимания. С неприкрытой горечью Бато Илдогоевич отмечает, что былого усердия в развитии скота у людей уже нет. Более половины сельчан предпочитают не держать на подворье скот. Вполне возможно, что положение спасут социальные атары. Но по большому счету село спасут крупные агрохолдинги. За ними будущее. Мир изменился. Государственное субсидирование, помноженное на энергию частного сельхозпроизводителя, должно дать эффект. Жители Баргузинской долины не раз доказывали, что они умеют доводить дело до конца. Живой пример. В селе Алла уже 33 года проводится волейбольный турнир имени братьев Ухиновых. Турнир из года в год, собирая спортсменов со всей Бурятии. И даже в самые трудные годы волейбольный мяч продолжал летать под сводами спортивного комплекса. Не это ли доказательство того, что курумканцы умеют доводить дело до конца? Да. Районный центр Курумканского района – это современный, благоустроенный и комфортный поселок. Молодежь активно занимается спортом. Пьющих и курящих все меньше и меньше. Сейчас, как говорится, курить не модно. Сейчас идет пропаганда активного здорового образа жизни, являясь курить не модно. Курящие девушки уже вызывают не то, чтобы какие-то либо ассоциации хорошие, это проходит как отвращение. Последним увлечением молодых стал энкаунтер. Плюсы я вижу в том, что ребята, которые участвуют в этих играх, зачастую даже находясь, работая в нашем курумкане, не знают о таких местах, которые бывают в задании зачастую. То есть бывает, что он приехал на это место, живя, работая в курумкане впервые. В сфере интеллектуального развлечения пальму первенства среди молодых курумканцев держит брейн-ринг. Мы хотим этот проект сделать уже ежегодным, с переходящим кубком, который будет разыгрываться два раза в год или раз в год от организации, допустим, села Курмкан. В район уже давно пришел высокоскоростной интернет. Это всего лишь один из факторов того, что все больше и больше выпускников вузов возвращаются под сень родных гор. Вадим учился в Санкт-Петербурге, параллельно работал и зарабатывал хорошие деньги. У него с друзьями были проекты, но он вернулся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok